Присоединяйтесь к нашему сегодняшнему посланию. Послание к Ефесинам, 3.16 Додаст вам по богатству славы своей, крепко утвердится духом его во внутреннем человеке. Верую вселиться Христу в сердца ваши. Как вселиться? Чтобы вы укорененные и утвержденные в любви. Есть еще одно, что мы увидим по ходу этих сессий. Что значит вы укоренены и утверждены в любви? Это значит, что вы укоренены и утверждены в знании, что Бог любит вас. Если просто сказать, вы укоренены и утверждены в любви, это как-то общее, но вы видите, что эта истина пронизывает весь Новый Завет. Мой корень. В чем мне необходимо быть утвержденным? Мне надо быть утвержденным в вере. Бог любит меня. Это должно быть моим корнем. Мне необходимо быть укорененным в этом. Бог любит меня. Я должен быть укорененным в этом. Укорененным и утвержденным в знании, что Бог любит меня. Укорененным и утвержденным в знании, что Бог любит меня настолько. Это молитва, которую говорит Павел. Чтобы вы могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь любовь к Христову. Видите, поэтому я считаю, что корень — знать об этом и уразуметь превосходящую разумению любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотой Божьей. Обратите внимание на то, что он говорит. Вы укоренены и утверждены в знании, что Бог любит вас. Но нужно и переживать это. Он говорит, «Я хочу, чтобы вы не только знали, что Бог любит вас, но и переживали то, что Он вас любит». «Он любит меня. Скажите это». «Он любит меня. Скажите это». Павел говорит о том, чтобы пойти дальше знания о том, что Бог любит вас. Пойти дальше этого. Смотрите. «Дабы вам исполниться всею полнотой Божью». Не знаю, почему я так думал раньше, но поскольку я вырос в харизматической церкви, то каждый раз, когда я слышал «исполнится», я связывал это с исполнением Духом Святым. Не сказать, что это неправильно, но я думал, «Вот мое решение задачи — исполнится». Я просто помолюсь на языках. «Вот мое решение задачи — буду молиться на языках». И тогда я исполнюсь. Но потом я увидел в 13 главе первого послания к Коринфянам. «Откройте это место». «Я очень хотел исполниться полнотой Божью». «Если вы там, скажите аминь». Прочитайте первый стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. В расширенном переводе, «Если я могу говорить языками человеческими и даже ангельскими, но не имею любви, тогда я всего лишь шумный гонг и звучащий кимвал». Вот что говорит Павел. «Вы можете молиться на языках весь день, но если при этом вы не верите в то, что Бог вас любит, то все, что вы делаете, это просто производите шум. Потому что подобно тому, как в баке автомобиля должен быть бензин, чтобы он действовал в своих оптимальных возможностях, так и вам необходимо знать, что Бог любит вас для того, чтобы дар языков действовал на максимальном уровне». «А-ла-ла-ла-ла-ла!» «Но при этом вы не верите, что Бог любит вас». «А-ла-ла-ла-ла-ла!» «Наверное, я все-таки пойду в ад». «А-ла-ла-ла-ла-ла!» «Вы даже не верите в то, что Бог вас любит». Но если у вас, обратите внимание, будет уверенность в любви Божьей, то вы исполнитесь полнотою Божьей. Вы исполнитесь полнотою Божьей через уверенность в любви Божьей к вам. Дамы и господа, с тех пор, как я понял это, каждое утро я питаюсь мыслью о том, что Бог любит меня. Утром, когда я просыпаюсь, первая мысль, которая приходит мне на ум, «Бог любит меня». И я начинаю думать, «Бог любит меня в этом отношении и в этом». И вот уже я пою о том, как Бог любит меня. Говорю вам, я так наполняюсь присутствием Божьим. Да, я знаю, что Бог рядом. И иногда я начинаю плакать, меня наполняет сила Божья, и я хочу свидетельствовать об этом. Это потрясающе. Однажды рядом сидел мой пес, и он сделал вот так. А? Если бы пес мог говорить, то он бы сказал, «Слушай, а где моя еда?» Через уверенность в том, что Бог любит меня, я исполняюсь полнотой Божьей, Его присутствием. Послушайте, если вы верите мне, делайте это. Утром и перед сном проводите 15-30 минут в исповедании. Бог любит меня безусловной, вечной, неизменной любовью. Не я первым возлюбил Его, но Он меня. Бог любит меня так же, как и Иисуса. Если вы будете так размышлять, то настолько наполнитесь Богом, что уже не будете думать о проблемах. Так же и грешить будет очень сложно, но если вы будете постоянно думать, «Бог любит меня», и знаете, что еще будет? Вы смотрите на свои счета, «Бог любит меня». Вы думаете не о том, как же вам оплатить счета, вы думаете, «Бог любит меня», и поскольку Он меня любит, мы с этим справимся. Таким образом, любовь Божья становится корнем, и она становится основой всего того, в чем вы действуете через веру. Вы не верите в слово кого-либо, если не верите в то, что Он вас любит. Надо просто питаться этой истиной. Недостаточно знать ее. Надо питаться ею. Надо уделять этому время. Вы не поймете, почему я с такой страстью говорю то, что говорю, пока не станете уделять время тому, чтобы питаться этой истиной. Продолжайте делать это до тех пор, пока не пропитаетесь этой истиной, пока не начнете ходить в уверенности, и вдруг окажется, что вы и ходите по-новому. Вы не будете ходить таким предупреждением, задавленным, боясь как бы чего ни случилось. Когда вы верите в то, что Бог любит вас, вы разгибаетесь и ходите в уверенности. Ну что там? Да у тебя же денег нет. Будут к пятнице, слава Богу. Бог любит меня. Вы не знаете, откуда придут деньги, но вы знаете, что Бог любит вас, и вы знаете, что поскольку Он любит вас, что-то произойдет, и все получится, потому что Он любит меня. Мне незачем жить в страхе, потому что я знаю, Бог любит меня. Вам понятно то, что я хочу донести до вас? Мы должны любить друг друга, и до этого дойдем. Но вы не будете знать, как любить друг друга, пока не примите любовь Бога к вам. Потому что любовь, которой вы будете любить других, это Божья любовь. Вам необходимо принять Его любовь. Ваша любовь несовершенна, а любовь Бога совершенна. Примите Его совершенную любовь, и тогда Его совершенная любовь войдет в вас. И это та самая любовь, которой вы будете любить Бога, а также и людей. И Божья любовь, единственная, которой вы сможете любить своих врагов. Но сейчас мы говорим не об этом, а о корневом моменте. Верите ли вы в то, что Бог любит вас? Независимо от того, где вы, и от того, что вы сделали. Какое достижение верить в то, что Бог любит вас, если вы в хорошем положении? Бог любит меня, потому что я хорошо себя веду. Бог благ ко мне, потому что я хороший. Послушайте, Бог благ вам не потому, что вы хороши, а потому что Он благ. Так вы говорите, что все, что я делаю для Господа, не важно? В этом-то и проблема. Мы верим в то, что мы делаем для Иисуса, вместо того, чтобы верить в то, что Иисус сделал для нас. Я люблю Бога. Хорошо, что любите. Но верите ли вы в то, что Бог любит вас? Ну, знаете, в общем, я верю, наверное. Нет, не верите. Слишком много слов. Вы ставите любовь Бога в зависимость от своего поведения. Вы смотрите на то, что вы делаете, и по-прежнему пытаетесь низвести Бога на этот уровень, когда вы думаете, что должны зарабатывать Его любовь. Но Бог уже решил любить вас. Примите ли вы Его любовь? Если вы примете ее, и будете питаться ею, ваша вера выйдет на тот уровень, на который вы так долго пытались выйти. И это только благодаря пониманию. Бог любит меня. И я говорю это с уверенностью. Бог любит меня. Я имею в виду, вы в этом так уверены. Бог любит меня. Бог любит меня. Да, Бог любит меня. И я это точно знаю. Он любит меня. Эй! Он любит меня. Он любит меня. Я знаю, Он любит меня. Ага, банк не дает мне денег. Да и мама денег больше не дает. Но я верю, что они у меня уже есть. Вы настолько уверены. И знаете, что происходит на небесах? Бог говорит ангелам, позаботьтесь об этом, парни. Так происходит с человеком, который знает, что Бог любит его. Вспомните об Иоанне. Историки пишут, что его пытались убить, но не получалось. Потому что он был возлюбленным Иоанном. Он был возлюбленным апостолом. Он был любим Богом. Его старались убить, но не получалось. Описывают случай, когда его стали кипятить в масле. Но когда вы знаете, что любимы Богом, то вас помещают в кипящее масло. А для вас это как принятие ванны. А что это? Ощущения приятные? Хорошая процедура. Дьявол не знает, что делать с христианином, у которого есть откровение. Я возлюбленный Божий. О, как хорошо! О, Боже, слава Богу! Чем больше мы понимаем и чувствуем любовь Божью к нам, тем легче становится наша жизнь. И знаете, что это значит? В ней больше нет места болезням. И что происходит после того, как вы поверили в то, что Бог вас любит? 20 стих. А тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. А что действует в нас? Знание. Бог любит меня. Он любит меня. Повернитесь к своему соседу и скажите, Бог любит меня, и я это знаю. Давайте откроем пятую главу послания к римлянам. Я упомянул ее, но хочу, чтобы вы прочитали. Знаете, я устал видеть разочарованный христиан. Они молятся, но ответа нет. Отдают, но ничего не получают. Исповедуют, но ничего не происходит. А потом они придумывают религиозные причины. Почему ничего не произошло? Я думаю, что это не была воля Божья. Но ведь это есть в Слове Божьем. А раз оно там есть, значит, это воля Божья. Ну, вы знаете. Как это бывает в церкви? Человек говорит, «Мое время здесь закончилось. Здесь было хорошо, но Господь направляет меня в другое место. Но ведь Бог точно знает, где вам надо быть. А вы уходите, потому что вам не дали возможности вести прославление или делать что-то еще, что вы хотели делать. И потому вы написали письмо. Я благодарю вас, но я должен уйти, потому что вы не дали мне делать, что я хочу. Я ценю все, что вы сделали для меня. Но смотрите, что здесь происходит. Пятый стих. Один человек сказал мне, «Пастор, вы были бы более помазаны, если бы перестали делать то, что вы делаете». Вот, к примеру, радость. В ваших посланиях слишком много радости, но я ничего менять не буду. Если вам не нравится, посидите в своей машине, потому что радость перед Господом — наша сила. Нам нужна радость. Нам нужно улыбаться. Нам необходима радость от Господа. Вы всю неделю были рядом с демонами, и когда пришли в церковь, вам необходима радость. Ну хорошо, пятый стих. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. В расширенном переводе такая надежда никогда не разочаровывает, никогда не обманывает и не постыжает нас, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Вы можете получить понимание о любви Божьей. Послушайте это. Первый раз, когда упоминается Дух Святой в послании к римлянам, мы говорим о Духе Святом, имеем в виду, прежде всего, силу. Сила. Но послушайте, любовь Божья и есть сила Божья. Дух Святой хочет, чтобы мы получили понимание о любви. И тогда у нас будет понимание о силе. Дух Святой хочет, чтобы мы познали любовь. И тогда у нас будет понимание о чудесах и знамениях. Не любовь для силы, но сила любви. Вы слушаете меня? Первая истина, которую надо утвердить в своем сердце, это истина о том, что Бог любит вас. Когда вы начинаете надеяться, и вы верите в то, что Бог любит вас, тогда ваша надежда не разочарует вас. Она вас не разочарует, потому что вы знаете, Бог любит вас. Если вы будете ходить в любви Божьей, вы будете побеждать проблемы. Послание к римлянам. 8.37. Но все сие преодолеваем. Но во всем этом мы более чем победители, силою возлюбившего нас. Я более чем победитель, силою возлюбившего нас. Обратите внимание на то, сколько раз, особенно в первом послании Иоанна, Бог обращается к нам, как к своим возлюбленным. Возлюбленные. 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 Бог любит вас. Не отнимают у вас свою любовь. Я дам вам четыре основных момента, или назовите их как-то еще, о том, что будет происходить, когда вы поверите в то, что Бог любит вас. Первый, дамы и господа, все, что делает дьявол, направлено на то, чтобы разрушить чувство, что Бог любит вас. Все дела дьявола в конечном итоге направлены на разрушение чувства, что Бог любит вас. Разрушение ощущения, что вы возлюблены Божьи. Для этой цели сатана будет использовать вас. Для этой цели сатана будет использовать все, что только сможет, религиозных учителей, чтобы приносить осуждения, обвинения. Он будет припоминать вам прошлое, будет внушать вам ощущение, что Бог гневается на вас, и все такое прочее. Он будет делать все, чтобы вы потеряли ощущение, что Бог любит вас. Второе, из того, что я хочу, чтобы вы поняли, у дьявола нет никакой защиты против тех, кто знает, что они возлюблены Божьи. У него нет никакой защиты против тех, кто знает, что они возлюблены Божьи. Никакой. Вы помните, что сказано в 17 стихе 3 главы Евангелия от Матфея? «Изсе глаз с небес глаголющий». Помните, что было сказано? Скажите. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». В 4 главе Иисус был поведен в пустыню для искушения от дьявола. Помните, что пару раз сказал дьявол? «Если ты...» Обратите внимание. «Сын Божий...» Минутку. «Он был провозглашен не просто Сыном Божьим. Он был провозглашен возлюбленным Сыном Божьим». Почему враг это сказал? Что знает враг? Он знает, что искушение не сработает в жизни верующего, который знает, он возлюбленный Сын Божий. Дьявол думает. «Мне надо заставить их думать, что они невозлюбленные». И тогда искушение сработает. Дамы и господа, послушайте. В большинстве случаев вы поддаетесь искушению тогда, когда чувствуете себя отверженным, покинутым, когда вы думаете, что Бог не любит вас, когда вы думаете, что никто вас не любит. Вот тогда-то вы уступаете греху и делаете прочие неблаговидные поступки. Но вот что я вам скажу. Если вы будете помнить о том, что Бог любит вас, если будете помнить о том, что вы возлюбленный Божий, тогда искушение не будет успешно. Оно не будет успешно, если человек, подвергшийся искушению, знает, что он возлюбленный Божий. Скажите, «Я возлюбленный Божий». Господа, если вы на работе, и мимо вас проходит мисс соблазн, на которой едва ли что-то надето, то вы смотрите на нее и говорите, «Выглядите хорошо, но я возлюбленный Божий». Вы слышите меня? Вы признаете, что вы возлюбленный Божий. И когда вы чувствуете себя так, как вы чувствуете, кажется, в первой главе книги Второзакония сказано, что израильтяне взбунтовались против Бога, потому что думали, что Бог ненавидит их. Когда вы думаете, что Бог вас ненавидит, вы бунтуете против Него. Если вы не чувствуете себя любимым, как вы можете верить людям, о которых думаете, что они вас ненавидят? Как вы будете верить словам Бога, если думаете, что Он вас ненавидит? Вам необходимо решить для себя. Бог любит меня. Аминь. Давайте быстренько прочитаем 4 главу 1 послания Иоанна. Я хочу, чтобы вы сосредоточились на этой истине, прочувствовали ее, и тогда ваше хождение в вере изменится. Нет ничего сильнее того, чтобы верить в эту истину посреди скорби. Надеюсь, я закончу свою книгу о страхе. Там есть глава о том, как бороться с дьяволом момент за моментом. Происходить будет вот что. Дьявол будет приносить в ваш разум утверждения, о которых вы знаете, что они не истина. Раз они не истина, зачем он их приносит? Вы в своем сердце утвердились. Это истина. И вот дьявол приносит что-то в вашу голову. Сегодня у тебя отберут дом. Но сегодня выходные, и сегодня в любом случае не отберут. Зачем ты мне это говоришь? Я верю в то, что мой Бог уже восполнил все мои нужды. Для чего ты мне это говоришь? Он это говорит для того, чтобы отвлечь вас в разуме, чтобы вы утратили веру и в своем сердце. В церкви нас учили говорить то, что правильно. И теперь правильное, что мы говорим в церкви, не всегда то, во что мы верим. Вы узнаете, во что вы верите под давлением обстоятельств. Вы приходите домой, а там на двери висит табличка, вы должны выехать до пяти часов. И вы восклицаете, меня выселяют. Именно в это вы и верите. А ведь в церкви вы говорили, мой Бог позаботится обо всем, победа моя, и все будет хорошо. Так вы в это верите? Да, я так говорю. Но если в вашем сердце да, вы не узнаете, пока не начнут действовать обстоятельства. До этого вы говорили, я исцелен, я исцелен. Но вот приходите к врачу, и он говорит, мы нашли у вас опухоль. Ну, значит, я умру. Вот в это вы и верите, на самом деле. Что выходит из ваших уст под давлением обстоятельств, в то вы и верите. А враг всегда на готове, чтобы внушить вам неверие и сомнение. Во времена сильнейшего давления обстоятельств, возможно, вы плачете, возможно, дрожите, но, открыв свои уставы, говорите, я исцелен. Однажды я проделал такое со своим врачом. У меня были проблемы с голосом. Я пришел к нему, и он мне говорит, серьезные проблемы с голосовыми связками, и все прочее. Я посмотрел на него и сказал, я исцелен. Он говорит, ну, мы работаем над этим. Я говорю, нет, я исцелен. Это вы работаете над этим. А Иисус уже все закончил. Он рассмеялся, ха-ха-ха, ну, что от вас еще ждать? Вы же проповедник. Ну, вот я ему и проповедовал. Потому что я верю. Я верю. Бывают в церкви ситуации, когда нужны миллионы долларов в короткое время. Я молюсь, Боже, будь милостив ко мне. Я не разрешаю своим сотрудникам называть эту ситуацию дефицитом или нехваткой. Нет. Мы это называем изобилием вообще. и конкретным изобилием. И все знают, что это значит. Да, вера проверяется под давлением обстоятельств. Я помню времена, когда в глазах у меня стояли слезы. И я знал, что должен говорить, во что я верю. Я верю в Слово Божье. Почему же не изменить свое мнение? Потому что если я изменю его, то не получу того, к чему я открыт. Да и зачем мне менять свое мнение? Бог любит меня. Что-то происходит, когда мир постоянно обрушивается на тебя с нападками. И это хорошо. Потому что ты решаешь, что ни в какой репутации не нуждаешься. Ведь если у тебя хорошая репутация, то ты должен что-то делать, чтобы поддерживать ее хорошей. Если репутация у тебя ухудшилась, надо что-то делать, чтобы улучшить ее. Но если у вас нет вообще никакой репутации, эй, я решил, что буду подражать Иисусу. У меня не будет никакой репутации. Что происходит? Как этого достичь? Бог любит меня. Бог любит меня. Это самое главное в жизни. Бог любит меня. Я знаю, что многие люди распускают обо мне сплетни, но Бог любит меня. И знаете, что тогда происходит? Ты в восторге от того, что Бог любит тебя. Ты так свободен. Ты так свободен. Вы идете в магазин, говорите со всеми, как у вас дела? А у вас как? Рад вас видеть. Очень рад. И человек, который плохо ко мне относится, думает, почему он разговаривает со мной? Потому что я решил, даже если у меня есть враги, сам я не буду врагом. Как можно такое говорить? Дело в том, что я люблю Бога, потому что Он первым возлюбил меня. Я не знал, как любить Его, но думал, что знаю, «О Боже, я люблю Тебя всем сердцем, всем умом, всей душой и всей крепостью». Он спросил, «Правда?» Я говорю, «Ну, я хочу так любить». На самом деле, своей силой, мы любить Бога не можем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok